СМИ Именно благодаря Гольфстриму на севере Атлантики температура на 5-10 градусов выше, чем на аналогичных широтах в Тихом океане или в Южном полушарии. От Гольфстрима очень многое сейчас зависит. Одна из его ветвей доходит до города Мурманска, Баренцево море. Поэтому Баренцево море не замерзает. Климатологи из Пуздамского университета в статье, опубликованной в журнале Nature, пишут, что Гольфстрим замедляется, перенося в Северную Америку. Европу все меньше теплой воды и продолжает ослабевать. Статья, которая пишет о том, что ученые обнаружили рекордное ослабление Гольфстрима, она все-таки в основном построена на модельных данных, на расчетах. То есть ученые, которые этим делом занимаются в Германии, они изучали аномалии температуры поверхности океана и по ним видны оценки скоростей этого течения и так далее. Надо понимать, что на течение Гольфстрим влияет множество факторов. На Гольфстрим влияет и сама структура и состояние Северо-Атлантики, степень солености этих вод, влияет ветра атмосферные. Между экватором и полюсом контрасты меняются. Когда они в период потепления уменьшаются, то и скорость потоков, в данном случае западно-восточный перенос, они тоже ослабевают. Свои исследования по поводу Гольфстрима активно проводит Институт океанологии имени Шершова Российской Академии Наук. Они показали, что его параметр Гольфстрима меняется, в общем-то, слабо. Согласно прогнозам на 21-е столетие, повышение уровня Мирового океана составит примерно полметра или 40 сантиметров и так далее, по причине таяния льдов. Как же будут развиваться события, если Гольфстрим вдруг резко остановится? Не стоит рассматривать сценарий моментального похолодания, как было показано в фильме «Послезавтра». Ведь вероятность таких событий крайне мала. Если течение начнет останавливаться, то изменения произойдут не сразу, но это обязательно почувствуют все. Анна Глазунова, Универньюз.